Добрый день, дорогие мои ребятки! С вами снова, как обычно, Михаил Игоренков. Рад приветствовать вас на этом канале. Наконец-таки, долгожданный номерной турнир UFC 285. Прошла процедура официального взвешивания. Вот я с вами здесь, чтобы дать окончательный вердикт по мейн-ивенту предстоящего турнира и дать прогноз на второй поединок, который вы выбрали с помощью голосования в комментариях под предварительным разбором. В общем, ситуация следующая. Посчитал я голоса. Наверное, начнем тогда со второго поединка, за которого проголосовали. И распределились они примерно следующим образом. Вообще, я хотел бы сразу напомнить, что тем людям, которые перешли на подкаст по рекомендациям YouTube и так далее, то есть, ну, всегда громкие турниры, они, скажем так, некий приток новых зрителей приводят на канал. И они его смотрят и слышат, что можно в комментариях написать пару, которая их интересует. И это будет разобрано в итоге в финальном подкасте. И нормальные люди, как бы, зашел, например, Василий Иванов, написал, хочу, там, Нил Шавкат, спасибо за подкаст, там, тра-та-та. Или просто пару, или просто какого-то бойца. А есть ребята, которые начинают спамить, нахуй, куям собачьим. И вот им кажется, что если вот он подряд напишет 5 комментариев Шавкат Нил, или там, Нил, там, Версус Рахмонов, да, что от этого как-то значимее будет, или что все голоса его вот эти вот будут посчитаны. Ну, такая хуйня работает только в конкурсах от Игоря, как дела в Телеграме, как бы. На сплете это не работает, поэтому это просто легчайший способ улететь в бан. Пришлось пару блокировок дать за спам, нам этого не надо. Есть человек, у человека есть мнение. Не нужно его тиражировать, там, да, как бы, масштабировать таким достаточно глупым способом. Теперь перейдем к конкретике. Вы уже, наверное, и без меня смогли посчитать визуально, да, что подавляющее большинство проголосовали за пару гомбротов против Тернера. И на самом деле, действительно, хороший поединок в плане разбора. Здесь достаточно интересные коэффициенты, есть некая интрига. То есть, впервые, пожалуй, за очень долгое время люди действительно проголосовали за поединок, который интересен в плане своей спортивной составляющей. Они, типа, ну, окей, заранее разобрали мейн-ивент, типа, давайте к мейн-ивент. То есть, я на самом деле предполагал, что могут проголосовать за Шевченко против Грасса. Или пойдет прогруз, соответственно, комментариев на Нила против Рахмонова. Но нет, выбрали действительно интересный поединок Матео Шагомрота против Джейлина Тернера. И неискушенный зритель может сказать, Мишаня, какой-то спортивный интерес, если у нас есть Матео Шагомрот фаворит за 1.42, как бы, и тут нет равных условных коэффициентов, как, например, в паре, там, ну, плюс-минус, там, да, Маркес против Барио. Или Араужи против Рибос. Или там кто у нас еще есть плюс-минус равные. Да нет, в общем-то. Все у нас осталось. Ну, короче, в общем, типа, принято считать, что, типа, вот там главная такая спортивная интрига. Нет, здесь основная интрига для меня конкретно в тоталах. Хотя кто-то пытался, на самом деле, здесь реально увидеть в теории возможную победу Джейлина Тернера. Пытались, ребятки, некоторые агитировать в комментариях на сплите, именно в чате, ставки на черного, там, габариты, все дела. Но, короче, суть такая, что здесь для меня интрига была именно в тоталах. На ТБ 2.5 по линии боков НБ предлагается коэффициент 1.93, и это ставка на то, что бой зайдет третий раунд, и на ТМ 2.5, то бишь то, что бой закончится в рамках двух раундов, либо в перерыве между вторым и третьим, за 1.82. То есть я примерно пытался прикинуть, как будет проходить этот поединок, что в нем должно происходить. Если досрочка, то на каком отрезке поединка, у кого какие шансы. И на самом деле я здесь все-таки склоняюсь к тому, что этот поединок получится затяжным. Да, кто-то может сказать, Мишань, ты, блядь, ты что, ебнулся, что ли? Ты посмотри у Джейлина Тернера, там, одни досрочки подряд, сколько боев. Но, опять же, эти досрочки прежде всего обусловлены некой слабостью его оппонентов. В определенных аспектах. Либо в целом лоу-скильности. То есть победа над условным каким-нибудь Броком Уивером в 2020 году, она не стоит вообще нихуя. Там, Мурос Медич, там, или Джейми Муларки. Это, в принципе, ребята достаточно низкого уровня. Да, Брэд Риделл даже в моих глазах имел достаточно хорошие шансы на победу против Джейлина Тернера, но он просто жидко ободлился в том бою. Такое может случиться с каждым, с кем угодно. Но, что для себя я уяснил, и это, на самом деле, пожалуй, один из ключевых факторов, почему именно ТБ, то, что Джейлин Тернер в определенный момент был все-таки слегка слабоват в плане борьбы и в плане парта, как мне кажется. И все-таки он в этом аспекте чуть-чуть поработал, и сейчас уже не выглядит таким, такой легкой, скажем так, наживкой для тех ребят, которые действительно обладают хорошими борцовскими навыками, коим можно отнести отчасти Матеуша Гомрота. То есть в данном случае я считаю, что Матеуш Гомрот будет стандартно показывать ватакатную уюбищную хуйню, при этом сможет избегать достаточно опасных атак в стойке от Джейлина Тернера. В теории, если он захочет бороться, у него даже могут проходить тейкдауны, и может получаться некий контроль, но при этом Джейлин Тернер сейчас не на том уровне скиллов в партере, чтобы проебать ему досрочно там на земле, например, сабом или чем-то еще. То есть, возможно, этот поединок превратится в какую-нибудь унылую ебучую гачу, или в какой-то тактический перетык в стойке, но в целом, опять же, на ТБ в этом бою будет нарабатывать Матеуш Гомрот, то есть, опять же, даже букмекер склоняется к тому, что он фаворит. В принципе, я с этим даже могу согласиться, вот, я не буду с этим спорить. И, ну, в целом, как бы, тактика поляка в последних его поединках, она такая направлена на ТБ, и я думаю, что в данном поединке конкретно он тоже рисковать особо сильно не будет. Вот, поэтому, в целом, его серия из трех достройщиков подряд в UFC обусловлена, опять же, чисто уровнем его оппонентов. Все они на этот период уже были возрастные, полупробитые, там, хуй пойми какие, там, после простой, после дисквалификации. То есть, как бы, люди на излете своей карьеры. И то, в бою со Скоттом Хольцманом, там, знаете, по-моему, не все у него получалось так шоколадно, как хотелось бы. Вот, на более, плюс-минус, менее, два достойных оппонента, и вот они, соответственно, стандартные пшекские, на них здесь сижены, там, либо какие-нибудь проебы, соответственно, также решением. Так что, здесь для меня адекватной выглядит ставка на ТБ. Ну, так, чисто для галочки, давайте посмотрим, что нам предлагают другие БК, кроме БК Фонбет. Вообще, к Фонбету я, конечно, слегка охладел после вот этой последней их заплетной хуйни. Я напомню просто, что на, скажем так, прошедший турнир UFC я давал рекомендацию на тотал больше побед именно КОТКО. И там, по ходу турнира, произошел слет поединка. Конкретно Крылов слетел, насколько вы помните, да. В таком случае, например, даже в том же самом Бэтсити написано в ставках подобного рода, в скобочках, в линии, да, что если количество поединков в карде будет изменено, по ставкам будет дан возврат. И так было всегда в Фонбете. Но они опять то ли свои правила перемешали, то ли что. Ну, короче, суть такая, что, как бы, по факту, слет этого поединка, да, он не ролял на количество побед КОТКО. И даже если бы этот бой состоялся, и он завершился бы КОТКО, то один хуй ставка бы не зашла. Но по логике, по логике, по этой ставке должен был дан все-таки возврат. Потому что, опять же, ставка по коэффициенту, по всему, она исходила из тех шансов, которые были на картам из 11 пар. Там не помню, сколько было точно, но вот 11 пар, да. В итоге их было на одну меньше. И по всем логическим правилам всех БК, как бы, ну, это возврат. И условно, в той же самой Бэтсити дали возврат. Фонбет залупился, какие-то хуевые отписки начали строчить. Опять же, мне очень не нравится, что я даже не смог дозвониться по горячей линии БК Фонбет. Короче, просто, просто какая-то грязная хуйня, если честно. Поэтому, опять же, если вы будете выбирать ставки на статистику, это больше сейчас как предостережение, да. Ну, типа, сколько боев закончится в карте, там, сабами, методами, там, или чем-то еще. То лучше отказаться от таких ставок в линии БК Фонбет. И, там, обратите внимание на коэффициенты БК Бэтсити. Потому что, как я знаю, при Бэтсити просто тыевит линию с Фонбета. То есть, там те же самые котировки, те же самые, там, коэффициенты. Но при этом, вот, в такой нюанс расчете, как бы, сыграть, если что, в вашу сторону. Вот. Так что, что у нас тут получается? Гамрот Матеуш, Тернер Джайлин, Тернер Джайлин. ТБ полтора, коэффициент 1.92. То бишь, я напомню, нюансы, нюансы в БК Марафон и БК Фонбет. В БК Марафон ставка на ТБ полтора, это, то бишь, два раунда, играет, если раунд 2 закончился. Чтобы ТБ 2.5 сыграло в БК Фонбет, нужно, чтобы раунд 3 начался. То есть, в данном случае, если в перерыве между вторыми и третьими раундами бой завершится там, то что сечка там или что-то еще, Бэтс просто откажется выходить на раунд. В Марафоне вы выиграете, в Фонбете вы проебете. Ну, стандартные, как бы, да, такие правила. Вот. Поэтому, если у вас есть возможность забрать ТБшку, если вы хотите забрать эту ТБшку, если вам моя рекомендация по кайфу, то вам нужно обратить внимание на линию БК Марафон. В БК Бэтсити росписи нет, но в целом, как бы, по кайфу мы видим, что здесь плюс-минус в лучшем случае будет то же самое. Поэтому БК Марафон, ТБ полтора, 1.92. Матеош Гамрот против Джаллина Тернера, тот бой, за который вы проголосовали большинством голосов. Это моя официальная рекомендация. Теперь переходим к мейн-ивенту предстоящего турнира UFC. Джон Джонс против Сирилла Гана. Сириля Гана. Или гейна, или гея, или говне, там, кому как по кайфу. Вот. Опять же, основной нюанс ко всей аналитике предварительный был в том, в какой форме бы выйдет Джонс и так далее. Вот, в общем-то, всю неделю ребятки смотрели эмбедеды, там, скрины какие-то публиковали, фоточки в социальных сетях рассматривали, обсуждали процент жирности Джона Джонса. На самом деле, то есть, чего опасался я? Чего опасался я? То есть, первый вариант, о чем я уже говорил. Как бы, когда ребята без должной подготовки переходят на весовую категорию выше, без перестройки, там, какой-то, без смены тренировочного режима, без смены диеты, там, и так далее. Ну, просто, типа, воежируют, там, да. Ну, как правило, ничем хорошим это не заканчивается. Либо, знаете, просто бывает ситуация, самый яркий пример, как же этого долбоеба-то зовут, там. Я уже забыл-то, блядь. Пирожочек этот, ебаный. Короче, чувак выступал вообще в среднем весе, потом поднялся в тяжелую весу, в полутяжелую весовую категорию, потом не бился что-то года два, видимо, два года из МакДака не вылазил, нахуй вообще, и вернулся драться в тяжелом весе. Блядь, фамилия вылетела из головы совершенно. Вот, но сама суть такая, что, короче, вот там просто чувак набрал массы килограммов 30, нахуй. Просто лишний, абсолютно бесполезный, ненужный, как бы, да, и просто там на каких-то там условных скиллах как-то что-то вывозил, что-то как-то делал, вот. Здесь же я могу вспомнить, опять-таки, свои старые слова, которые неоднократно говорил, когда оценивал, в общем, полутяжелую весовую категорию. То есть, хоть в этой весовой категории и есть лимит до 120 килограммов, но бойцы, по сути, делятся на две категории, если мы рассматриваем плюс-минус нормальных ребят из них, плюс-минус нормальных тяжей. Есть ребята, которые в повседневной своей жизни весят чуть больше 120 и вынуждены слегка еще сгонять, чтобы войти в лимит. И есть ребята, которые весят примерно в диапазоне, примерно в диапазоне 110-115 килограммов, вот примерно где-то так. И практика показала, что вот именно вот в этом диапазоне, а не в 120, там, да, 120 плюс чуть-чуть со сгонкой, вот именно в этом диапазоне 110-115 наибольшая концентрация именно выдающихся, хороших чемпионов тяжелой весовой категории. То есть, вы можете посмотреть, например, сколько весил на пике его форме Кейн Веласкес. Вы можете посмотреть, сколько весил там джуниор Дос Сантос. Вы можете посмотреть банально на DC-шку. Но это не показатель на самом деле. Это просто жирный средневес, который выступал в полутяжелой весовой категории и в тяжелой, да. Но там банально на самом деле. Тот же сам Орловский на пике своей карьеры, когда был чемпионом, допустим, и так далее. То есть, грубо говоря, не обязательно, да, быть разжиревшим ябланом, да, весить в межсезонье 130, мы гоняем 120, чтобы реально добиваться успеха. Наоборот, таки. Нужно соблюдать баланс некий, да, чтобы ты был не просто долбовым, вздыхающим за один раунд, а реально мог свои силы распределить на 5 раундов. Нужно обладать, соответственно, нужными скиллами в стойке, в партере и так далее. То есть, со скиллами и прочим у Джонса все хорошо. Там, да, есть вопрос некий с мотивацией, но это, опять-таки, темный лес, мы никогда в голову человеку не залезем. Мы можем лишь предполагать и пытаться угадывать, а потом, если что, бить себе в грудь пятки, рассказывая, что, блядь, смотрите, я знал. Нихуя никто не знает, вот, в этом плане. Поэтому для меня, опять-таки, было важно понять, в какой форме он выйдет, как он готовился. И то, что я увидел, ну да, Джон Джонс на весах в тяжелой весовой категории отличается от себя в полутяжелой. Да, у него больше процент жировой массы, но при этом он не выглядит заплывшим долбоебом. Он не выглядит, соответственно, тем чуваком, который реально накинул себя, на себя сверху, там, не знаю, 20 килограмм мяса, который чисто реально качался, нет. Я для себя вижу, что функционально это будет готово к поединку Джонс. Я это вижу вот так. При этом по массе он не уступает Серилу Гейну. То есть они там плюс-минус равный показали вес на взвешивании, там, что-то разница, по-моему, граммов в 200, что ли. Вот. При этом, как бы, вот реально к Серилу Ганну вопросы после поединка с Ганну по кардио остались. То есть вы поймите, там не было супер-мега большого количества ударов. Там не было супер-мега каких-то заруб. Там не было от Ганна попыток финишировать Ганну, где он там мог вымахаться. То есть они достаточно тактично бились в стойке. Потом Францис начал переводить лежать. И вы вспомните Серила в концовке боя, во второй половине боя, когда еще многим казалось, что вот сейчас как бы там Ганну сдохнет, Серил Гейн сможет перевернуть ход боя. Он же сдох в говнище, блядь. Он уже не мог сделать ничего. Он был, сука, куском унылого ебаного говна. То есть понимаете, в чем суть? Серил Ганн, ну как показала практика выступления в UFC у него, он может грамотно плюс-минус распределять свои силы на 5 раундов, только если оппонент с нулевой секунды, блядь, позволяет ему вести бой в удобном для него темпе и режиме. Если оппонент способен для него создать проблемы, поклинчеваться с ним, побороться, позаставлять его там сопротивляться, физически напрягаться, я пиздец как не уверен в кардио Серила Гейна. Вот чем вся суть. Поэтому здесь реально, да, на бумаге выглядит действительно какой-то шанс на победу у Серила, это выйти и вырубить Джона Джонса. Вот на первых секундах, нахуй. В первом раунде, блядь. Потому что далее, даже если бой скатится в унылый ебучий перетык, я даже не уверен, что в этом перетыке Серила Ганн сможет реально выиграть. Вот примерно такой расклад. Поэтому я не знаю, как бы, я по Джонсу в принципе все, что хотел увидеть, я увидел. Супер фантастики какой-то там нет. В плане там, ой, ебать, он меня поразил, блядь, почки свои на него кидайте. Нет, я по-прежнему считаю, что ставить на бойца за коэффициент 1.6 после того, как он выходит, ну, с таким простоем, опять же, мы не можем залезть в голову. Реально прочитать его настрой и так далее. Может, он выходит ебать за чеком, ему там на кокс не хватает, условно, да. Всякое же может быть. Вот. Но я опять же складываю там все плюс-минус, сравниваю, прикидываю, пытаюсь находить самые оптимально выгодные варианты, которые будут учитывать, в том числе, и самые фантастические расклады. Я даже специально вот опубликовал ссылку на подкаст в Телеграме на разбор Нгану против Сирила Гана. Я же там действительно в прогнозе дал ТБшку. Это был официальный бесплатный прогноз. Предполагая все, что там может случиться, и даже теоретическую, блядь, маловероятную залежку от Францеса Нгану. То есть, по мне, там получалось, как бы, на всех прикидках ТБ, и в эту ТБшку вкладывалось как победа Сирила Гана, так и победа Францеса Нгану. Здесь же, опять-таки, я пытаюсь сравнить там все за и против, сложить там, да, прикинуть, поделить там, да, и понять, соответственно, да, что действительно имеет смысл забрать, чтобы потом, опять-таки, была возможность в лаве как-то перестраховаться и так далее. И реально, ну, действительно, самым таким более или менее логичным вариантом выглядит ставка на то, что бой не дойдет до решения. Вот. Потому что, опять же, если у Джонуа Джонса будет получаться все, что он хочет, этот бой закончится досрочно. Если он не сможет, соответственно, да, переводить, не захочет и так далее, будет стараться вести бой в стойке, но здесь у Сири Лагана реально могут появиться хорошие шансы победить досрочно, даже не за счет удара какого-то ванпанча, а за счет накопленного ущерба. Потому что, опять-таки, да, Джон Джонс привык в полутяжелый и там категории биться против ребят, особенно в последнее время поднимающихся со средней весовой категории, пользуясь своими габаритами и так далее, не позволяя доносить для себя большого количества ударов и всего остального. Но здесь, как бы, ну, реально, парень мясной, достаточно большой, как бы, да, и габаритами его... То есть, я когда в прошлом подкасте говорил, что Сири Лагану не получится задавить габаритами Джонса, и это создаст для него проблемы. Так и в противоположную сторону это работает. Не получится Джону Джонсу здесь доминирует за счет своих габаритов. Да, конечно, может попытаться по старой своей методике ладошку наебало ложить, там пальцы во все стороны растопыривать, но ему вряд ли кто-то позволит этого сделать. Поэтому, если он не будет бороться, то это будут удары, это будут размены. И вот здесь, как раз-таки, да, может сыграть фактор тяжелой весовой категории. Может, вполне себе. Поэтому, окей, моя официальная рекомендация остается прежней. Эта ставка на то, что будет, не дойдет до решения. Полный бой, 1.8, полный бой нет, 1.95 предлагает БК Фонбет. На ТМ 4.5 это тоже не полный бой. Предлагает БК Марафон 1.97. БК Бет Сити предлагает меньше, поэтому нам это не интересно. но, так, потом, я, соответственно, опять же, рекомендации дополнительные выкатывал на тему того, что если забирать еще дополнительные, то можно Джона Джонса досрочно. Коэффициентную эту ставку подупал, насколько я вижу, по-моему, предлагали чуть побольше, там, 3.6 было, если мне память не изменяет. Предлагали Джона Джонса за 4.3, ну, вот, нокаутом предлагают, победа болевому душа еще 8. Но я, короче, знаете, я распаляться все-таки не буду. Я предполагал еще посмотреть и прикинуть варианты по ставкам, например, на тейкдауны, на какие-то значимые удары. Я уже пробежался взглядом по этим ставкам, и я, на самом деле, тут плюс-минус, я ничего такого прям шоколадного не вижу. Я не вижу ничего охуительного, что прям реально заставляло бы меня прям захотеть здесь что-то поставить. Ну, прям, я не вижу ничего такого супер охуительного. Прям совсем, откровенно говоря. Вот, поэтому от меня две рекомендации на этот турнир. На Джона Джонса с Сивилом Ганна полный бой нет, и на Матеуша Гамрота с Джаллиным Тернером ставка на то, что бой продлится два раунда в БК-марафон. ТБ полтора. Вот они мои рекомендации, и там и там коэффициенты чуть-чуть ниже двушки, поэтому, в принципе, как бы, можно поставить там и туда, и туда равные суммы, и при заходе хотя бы одной ставки из двух остаться, по сути, при своих. Но кого я обманываю, я же все прекрасно понимаю, что, как бы, в любом случае, больше будут грузить на мой ивент, поэтому даже, да, можете действительно сделать небольшой дисбаланс в эту сторону, и поставить большую сумму на Джональд Джонса и Сири Лагана. Вообще, я на самом деле, я не буду торопиться, я при матчах эту ставку забирать не буду, я в любом случае буду смотреть турнир, буду смотреть лайв, и размер ставки на эту ТМ-ку, на главный бой, я уже определю по ходу турнира, исходя из того результата, какой у меня будет в лайве. Вот так бы я сказал. Вот. Ну и, конечно же, будем смотреть турнир в прямом эфире, будет чат в Телеграме, голосовой, текстовый, будет текстовая трансляция, будет все как обычно, все как всегда. Ну и опять же, начинается у нас с этого ивента турнир прогнозистов, я объявлял об этом, анонс давал заранее в Телеграме и на Ютьюбе, вот сегодня мне пишут ребята, спрашивают, а есть ли еще места и так далее, мест уже давно нет. Все, 20 участников записалось, кому по кайфу, как бы, да, залетать опять же в Телегу, попозже, через несколько часов, будет таблица с прогнозами от участников турниров прогнозистов. А на этом я с вами прощаюсь, всем всего хорошего и пока-пока.